Первоуральские главы подводят итоги своей работы. На заседании местной думы они зачитывают доклады. Своё выступление Николай Козлов начинает с достижений. По эффективности муниципального управления городской округ в 2016 году занял первое место. Тем не менее депутаты отмечают, программу по переселению из ветхого и аварийного жилья чиновники провалили. Но глава города уверяет, всему виной недобросовестные подрядчики. И к сентябрю всё точно решится. Тут же поднимает другой больной вопрос. По поводу многострадального жилого комплекса «Оптимист». Глава Первоуральска и сам не верит, что строительство закончат вовремя. Но ситуацию он взял на личный контроль. Люди заложили материнский капитал, взяли ипотеку, продали своё имущество, вложили деньги в долевого строительства. А на сегодня график срывается. Подрядная организация пообещала, что данный объект будет сдан. Но я думаю, что вовремя он не будет сдан. Но самое главное, на сегодня этот вопрос стоит на учёте, под контролем наших правоохранительных органов. Однако ситуация в городе довольно стабильная, уверяет Николай Козлов. У граждан, говорит, даже зарплата выросла. В среднем на 2000 рублей. После главы города отчитывается глава администрации. Валерий Хорев заявляет, сейчас в приоритете у администрации сделать водопроводную воду чище. Мы хотим реализовать проект по модернизации насосно-фильтровальной станции. Вот деньги водоканала направляем туда из прибыли и также бюджетируем деньги в нашем бюджете города. Оба доклада народные избранники принимают к сведению. Однако депутат Владимир Плюснин отмечает, что ему не хватает информации об экологической ситуации в городе. Больший отчет носил некий описательный характер, масса цитат из так называемого паспорта городского округа. Но думаю, что в том объеме он заслуживает оценку удовлетворительную. Также на заседании Думы обсуждают и планы на будущее. Например, чиновники хотят наконец начать стройку физкультурно-оздоровительного комплекса в Белимбайе и двух новых школ в том же поселке и в самом Первоуральске. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.